Похвальные беседы, 387, на праздники Господней и Святых. Беседа в день Рождества Спасителя нашего, Иисуса Христа. Каковой день тогда еще не был общеизвестным, но за немного перед тем стал известным от некоторых, пришедших с Запада и возвестивших о нем. О чем некогда скорбели правоцы и предсказывали пророки, и что желали видеть праведники, то сбылось и сегодня получило исполнение. Бог на земле явился и с человеками пожил. Варуха 3.38 Посему возрадуемся и возвеселимся, возлюбленные, так как если Иоанн, будучи во чреве матери, взыграл при входе Марии к Елисавете, то гораздо более нам взирающим не на Марию, но на самого Спасителя нашего, родившегося сегодня, надлежит взыграть и веселиться, поражаться и делиться величию домостроительства Божия, превосходящего всякий ум. Представь, как было бы величественно, если бы мы увидели Солнце, шедшим с небес. Идущим по земле и отсюда изливающим на всех лучи свои. Если же видеть такое событие с чувственным светилом для всех было бы изумительно, то подумай рассудить теперь, как величественно видеть Солнце правды, изливающим лучи свои из нашей плоти и просвещающим наши души. Давно я жаждал видеть этот день, и не просто видеть, но вместе с таким множеством народа, и непрестанно молился, чтобы наше собрание было полно так, как полным видим его теперь. Это сбылось и получило исполнение. Хотя нет еще десяти лет, как этот день стал известен и знаком нам, но как будто изданный за много лет, преданный нам, так он прославился от вашего усердия. Посему не погрешил бы тот, кто назвал бы его и новым, и вместе древним. Новым, потому что он недавно стал известен нам, а древним и давним, потому что он скоро сравнялся с древнейшими, и возрос до одинаковой с ними степени. Прекрасные и благородные растения, быв посажены в землю, скоро достигают великой высоты и отягчены бывают плодами. Так и этот день, живущим на западе изданно известен, а к нам принесенный теперь и не за много лет, вдруг так возрос и принес столь великий плод, что, как можно теперь видеть, ограды наши наполнены, и вся церковь стеснена от многолюдного стечения. Ожидайте же себе достойного воздаяния за такое усердие от родившегося сегодня по плоти Христа. Он, конечно, вознаградит за такую ревность, потому что любовь и усердие к этому не служат величайшим доказательством любви к родившемуся. Если же нужно принести что-нибудь и от нас, сослужителей ваших, то и мы принесем то, что по силам нашим. Или лучше, что благодать Божия даст нам сказать для вашей пользы. О чем же вы желаете слышать сегодня? О чем другом, как не об этом же дне? Я хорошо знаю, что многие теперь еще спорят между собой, одни осуждая, другие оправдывая, и много везде говорят об этом дне. Одни против него доказывают, что он новый и недавний, теперь только введенный, и другие за него утверждают, что он древний и давний, так как еще пророки предсказали о Рождестве его, и издавна этот день известен и славен у живущих от Фраки и до Кадикса. Итак, об этом и начнем речь. Если он, оставаясь спорным, пользуется такой любовью от нас, то очевидно, что сделавшись более известным, он будет пользоваться гораздо большим уважением, когда ясное наставление произведет в вас большее к нему расположение. Я могу привести три доказательства, из которых мы вполне узнаем, что в это именно время родился Господь наш Иисус Христос. Бог, Слово. Из этих трех доказательств одно состоит в том, что этот праздник везде так скоро сделался известным, достиг такой высоты и прославился. И как Гамалеил говорил о христианской проповеди, «Ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками». Деяние 5.38 Так и я об этом не сказал бы с верновением, что так как Бог – Слово от Бога, то через это Он, то есть день сей, не только не разорился, но и возрастает с каждым годом и становится более знаменитым. Проповедь в нем много лет объяла всю Вселенную, и хотя распространявшей ее, везде были скинотворцы, рыбари, неученые, простецы, но уничтоженность служителей нисколько не повредила ей, потому что сила проповедуемого предварительно устрояла все, уничтожала препятствия и являла собственное могущество. 3.389 Если кто из любящих споры не удовольствуется в сказанном, то можно привести другое доказательство. Какое же это? Из переписи, которая упоминается в Евангелии. Луки 2.1.7 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к верине Сирии, и пошли они записывать, а каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилея, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Рихлием, потому что он был из рода и дома Давидова. Записать с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна, когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясы, потому что не было им места в гостинице. Отсюда видно, что Христос родился при первой переписи, а из древних кодексов, публично хранящихся в Риме, всякий желающий может в точности узнать и время этой переписи. Что же скажут до этого нам, которые и теперь не находимся там, и ранее не были? Выслушай и не сомневайся, потому что мы приняли этот день от тех, которые в точности знают это и живут в том городе, обитающий там, празднуя это издавна, и по древнему преданию. И теперь переслали сведения о нем и нам. И Евангелие с небесцеля означало время Рождества Христова, но дабы сделать явным и известным для нас и самый день, и показать домостроительство Божие. И Август непроизвольно, и не сам от себя издал тогда такое повеление, но потому, что Бог подвигнул его душу, дабы он хотя невольно послужил явлением единородного. Как же это, скажет, содействует тому домостроительству? Немало и не случайно возлюбленные, но весьма много. И есть одно из необходимых и нарочито устрояемых дел. Как же это? Галилея есть область в Палестине, а Назарет город Галилейский. Так Иудея есть область, называемая так по имени своих обитателей, а Вифлеем город Иудейский. О Христе все пророки предсказывали, что Он не из Назарета, но из Вифлеема придет и там родится. Именно так написано. И ты, Вифлеем, земля Иудина. Ничем не имеешь воевод Севудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Иудеи на вопрос Ирода, где Христос родится, привели ему тогда это свидетельство. Посему, когда Инофанаил Филиппу сказал, Иисуса от Назарета нашли, отвечал, от Назарета может ли быть что доброе, то Христос изрек о нем во воистину израильтянин, в котором нет лукавства. За что же, скажет Христос, похвалил его? За то, что он не увлекся сообщением Филиппа, но знал ясно и точно, что не в Назарете и не в Галилее надлежит традиция Христу, но в Иудее и Вифлееме. Как это действительно было? Так как Филипп не знал этого, а Нафанаил, изучавший закон, отвечал согласно сказанным с древним пророчеством, зная, что Христос придет не из Назарета, то Христос и сказал, вот, воистину израильтянин, в котором нет лукавства. Поэтому некоторые из иудеев говорили Никодиму, испытай и увидишь, что из Галилея не приходит пророк. Еще в другом месте. Не из Вифлеемской ли местности он? Не сказано лишь в Писании, что Христос придет от семени Давидова. Из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И общее у всех было убеждение, что непременно оттуда надлежало прийти ему, а не из Галилеи. Посему, так как Иосиф и Мария бывшие граждане Вифлеема, но оставившие его, расположились на жительство в Назарете и там пребывали, как это случается сейчас со многими людьми, оставляющими те города, в которых они родились, и живущими в других, которым они не принадлежат по своему рождению, а между тем Христу надлежало родиться в Вифлееме, то и вышло повеление, которое по устроению Божьей заставляло их невольно идти в тот город. Закон, повелевавший каждому вписаться в своем Отечестве, заставлял их двинуться оттуда, то есть из Назарета, и прийти в Вифлеем, чтобы вписаться. На это самое теперь указывая, и евангелист говорит, пошел та же Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и исцеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. 390. Видишь ли, возлюбленная, домостроительство Бога и через неверных, и через верных, устрояющего дела свои, дабы чуждое благочестие узнали силу и могущество его. Звезда вела волхвов с Востока, а закон влек Марию в Отечество, предсказанное пророками. Отсюда для нас очевидно, что и дева была из рода Давидова, так как она происходила из Вифлеема, то очевидно, что она была из дома и рода Давидова. Это и выше объяснил евангелист словами. Лука, 1 глава, 26 и 27 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария. По элику родословия Иосифа изложено, а предков Марии никто не исчислил нам так, как его предков. Тогда бы ты не сомневался и не говорил, откуда видно, что и она происходит от Давида. Послушай, как говорит евангелист. В месяц шестой был послан ангел Гавриил в город Галилейский, вызываемый Назарет. Слова в дома Давыдова надо принимать сказанными о деве и здесь таким образом тоже выражается. Посему и вышло повеление и закон, приведший их вихлием. Как только они пришли в город, вскоре и родился Иисус. А так как много народу стеклось тогда со всех сторон, место было в места занятое и происходило великое стеснение, то он и был положен в яслях. Вот почему и волхвы там поклонились ему. Но чтобы представить вам доказательства яснее и очевиднее, прошу вас, будьте теперь особенно внимательны. Я хочу предложить пространное повествование и изложить древние законы, дабы речь моя была яснее для вас во всех отношениях. У иудеев был древний закон, и лучше начнем речь с более раннего. Когда Бог избавил еврейский народ от египетских мук и рабства чужеземному царю, то видя, что они имеют остатки нечестия и увлекаются чувственными предметами и удивляются величию и красоте храмов, повелел им построить храм, который не только ценностью, материал и разнообразием искусства, но и видом постройки превосходил все храмы на земле. Как чадо любивый отец, которому возвратился его сын, долгое время обращавшийся с людьми порочными, развратными и потерянными и отведавшие большой роскоши, окружает его вместе с безопасностью и почетом и еще изобилием, дабы он ни в чем не нуждаясь, не вспомнил о прежних удовольствиях и не пожелал обратиться к ним. Так и Бог, видя, что иудеи увлекаются чувственными предметами, доставляет им и это в превосходном виде, дабы они никогда не пришли по желанию египетского или того, что у них испытали у египтян они. Он созидает храм по образу всего мира, чувственного и умственного. Как в мире есть земля и небо и средостение между ними, твердь, так он повелел построить и храм, разделив этот храм на две части и в середине их распростерши завесу, внешнюю часть от завесы. Он сделал доступную для всех, а внутреннюю недоступную и незримую для всех, кроме только одного первосвященника. Что это не наша догадка, но действительно храм устроен был по образу всего мира. Послушай, что говорит Павел о Христе взошедшем на небо. Евреям 9.24 Ибо Христос вошел не врукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, что предстать ныне за нас при лице Божие. Показывая, что устроенное здесь было образом истинного, а что и завеса отделяло святое святых от внешнего святилища, как это небо отделяет находящееся над ним от всего находящегося у нас. Послушай, как и на это указал он, назвав небо завесою, говоря о надежде, что ее евреям 6.19 которая для души есть как бы якорь, это надежда и безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда претещий за нас вошел Иисус, сделавшись перед священником навек по чину Мельхиседека. Видишь ли он как назвал небо завесою? Вне завесы находились светильники, трапезы и медный жертвенник, принимавший жертвы всесожжения, а внутри за завесой ковчег, обложенный со всех сторон золотом, помещавший в себе скрижали заветы, золотой сосуд с манною и жезла аронов процветший, и золотой жертвенник не для жертв и всесожжения, но для одного только фимиама. Во внешнюю часть позволял сходить всем, а во внутреннюю одному первосвященнику. сам опять представляет свидетельство Павла, который говорит евреям 9 глава с 1 по 7 стих. И первый завет имел постановление о богослужении святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапезы, и предложение хлебов, и которая называется святая святых. Святилище мирским он называет внешнюю скинию, потому что туда позволял сходить всему миру. За второй же заветой была скиния, называемая Святой из святых, имевшая золотую кодильницу, обложен со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд манной, жезл ларонов рассветший, и скрижали завета. А над ним херувимы, слава, осеняющее чистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входит священники совершать богослужения, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, который приносит за себя и за грехи неведение народа. Видишь ли, что сюда входил один только первосвященник, и при том однажды целый год 392. Как же, скажет, это относится к настоящему дню? Подождите немного и не выражайте нетерпения. Мы раскрываем источник с самого начала и стараемся дойти до самой вершины, чтобы удобнее сделалось все для вас ясным. Впрочем, дабы не слишком долго речь моя была и прикровенную, и оставаясь неясной, не утомила вас своей продолжительностью, теперь скажу вам причину, почему я излагал все это. Какая же это причина? В то время, как Елизавета уже шестой месяц носила в очреве Иоанна, зачала Мария. Итак, если мы узнаем, какой был этот шестой месяц, то узнаем, когда зачала Мария. Узнав затем, когда она зачала, узнаем, когда я родила. Исчислить девять месяцев от зачатия. Откуда же мы узнаем, какой был шестой месяц беременности Елизаветы? Если узнаем, какой был месяц, который она зачала. Откуда же мы узнаем, какой был месяц, который она зачала? Если узнаем, в какое время получил благую вещь Захария муж ее. А это самое откуда может быть нам известно? Из Божественных Писаний. Святой Евангелие говорит, что Захария, находившемуся внутри святого святых, ангел принес благую вещь и предсказал ему о рождении Иоанна. Итак, если будет ясно показы из Писаний, что первосвященник входил во святое святых однажды и один, в какое время и в каком месяце года совершалось это вхождение однажды, то известно будет время, в которое принесена была благая вещь. А когда это будет ясно, то и начало зачатия будет всем известно. А что первосвященник входил однажды в год, это и Павел показал, и Моисей это же самое говорит Левитам 16.2. И сказал Господь Моисей, скажи Арону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышкой очистилище, что на ковчеге откровение, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться ему. И еще 17-18 стихи. Ни один человек не должен быть в скине собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который приведет всем Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон. Отсюда видно, что не во всякое время входил он во святая святых, и когда он находился внутри, никому не позволялось подходить и надлежало стоять вне завесы. Но заметьте это тщательно, потому что остается показать, какое было время, в которое входил он во святое святых. Дело это только однажды в год. Откуда это известно? Из той же самой книги. В ней говорится, Левит 16, 29-34 И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмый месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать его вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинет собрание, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать ценов Израилевых от всех греховых однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Здесь говорится о празднике Кущей. Тогда именно первосвящение входило однажды в год. Это показал и сам Моисей, сказав. Однажды в год сделай это. 394. Итак, если во время праздника Кущей входил во святое святых один только первосвященник, то теперь мы докажем, что именно тогда явился ангел Захарий, когда он находился во святом святых. Потому что явился ему одному, когда он воскурял семиам, а один первосвященник никогда не входил, как только в это время. Впрочем, ничто не препятствует выслушать самые слова Писания. Лука 1.5.10. В одни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Аронова имя Елисавета. А все множество народа молилось мне во время кождения. Припомни здесь, возлюбленный, то свидетельство, которое говорит Левит 16 глава 17 стих. «Ни один человек не должен быть в скинье собраниях, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя и дом свой». Лука 1 глава 11 стих. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правой сторону, жертвенника кодильного. Не сказал алтаря жертвенного, но жертвенника кодильного, потому что алтарь внешний был алтарем для жертв истесожжений, а алтарь внутренний был алтарем кодильным. Так и из этого, из явления ему одному только, и слов, что вне был народ, ожидавший его, очевидно, что он вошел во святая святых». Захарий, увидев его, смутился и страшно пал на него. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родить тебе сына и наречешь ему имя Иоанн». 21 стих. Между тем народ ожидал Захарий и удивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. «Видишь ли, что он был внутри за завесою», тогда и сообщена ему благая весть. «А временем этого благовестования был праздник, кущий и пост, таков именно смысл слов. И да будет ей для вас вечным постановлением седьмый месяц, десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте ни туземь, ни пришлес, поселившись между вами». Этот праздник совершается у иудеев в последние дни месяца сентября, как и вы тому свидетели, потому что тогда мы много и долго говорили против иудеев, осуждая неуместный пост их. Тогда же и зачала Елисавета жена Захария, и таилось пять месяцев. Лука 1, 24, 25. И говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Теперь благовременно показать, что на шестом месяце беременности ее Иоанном Мария получает благую весть о зачатии. Гаврил пришел к ней и сказал, «Не бойся, Мария, ибо ты, Бритлан, благодать у Бога!» И вот зачнешь во чреве, родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Когда жена смутилась и пожелала о способе узнать исполнение, то отвечает ангел ей и сказал, «Дух святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенить тебя, и посему рождаемое святое наречется сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына из старости своей, и ею же шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Итак, если Елисавета зачала в месяце в сентябре, как показано, то надо насосчитать следующие шесть месяцев, а не суть октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Значит, после этого шестого месяца зачала Мария, сосчитав отсюда еще девять месяцев. Мы дойдем до настоящего месяца. Таким образом, первый месяц зачатия Господа есть апрель, затем май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – настоящий месяц, в который мы празднуем этот день. Впрочем, чтобы сказанное было для вас еще более ясным, я опять кратко повторю то же самое и вашей любви. Однажды в год входил один только первосвященник во святое святых. Когда это происходило? В месяце сентябре. Итак, когда входил Захария во святая святых, тогда и сообщена ему благая весть об Иоанне. Посему, когда он удалился оттуда, то и зачала жена его, после же сентября, когда Елисавета была беременна шестой месяц, которым был Март, зачала и Мария. Сочетав с апреля девять месяцев, мы дойдем до настоящего месяца, в который родился Господь наш Иисус Христос. 395. Вот касательно этого дня мы объяснили вам все. Скажу еще об одном и прекращу речь, предоставив сказать больше общему нашему учителю. Так как многие из еленов, то есть язычников, слыша, что Бог родился во плоти, смеются с глумлением, и многих из простецов беспокоят и смущают, то необходимо и к ним сказать нечто, а также к смущающимся, чтобы никто не приходил в беспокойство никогда, убеждаемые безумными людьми и не смущались от смеха неверных. И малые дети часто смеются, когда мы говорим о предметах серьезных и занимаемся вещами необходимыми, но смех их служит доказательством не ничтожности осмеиваемых предметов, а неразумия смеющихся. Так же можно сказать и объеленных, что они, будучи в состоянии едва ли не больше неразумия, чем дети, глумятся над тем, что достойно трепета и может исполнить великим удивлением, а поистине смешно и почитают, и уважаются. Впрочем, и наши предметы, осмеиваемые ими, остаются при своей почтенности, никакого не терпя ущерба для своей славы от их смеха. И их предметы, всячески украшаемые, выказывают собственное безобразие. Это ли не крайнее безумие, когда они сами, люди, на каждом шагу спотыкающиеся, вводя собственных богов и в камни, и в деревья, и в ничтожных истуканов, и заключая их как бы в темнице, думают, что они не делают, не говорят ничего постыдного. А нас осуждает, которые говорим, что Бог, устроив для себя Духом Святым живой храм, через него оказал благодеяние вселенной. Что же в этом предосудительного? Если постыдно Богу обитать в человеческом теле, то гораздо более в камне и дереве, и тем более, чем камень и дерево ниже человека, если только не кажется им род наш, ничтожене этих бесчувственных вещей, сами не дерзают, не заводить существо Божие до кошек и собак, а многие из еретиков даже до животных еще худших, чем они эти. Мы же ничего такого не говорим и никогда не потерпели бы слушать, но то утверждаем, что Христос воспринял от девического чрева плоть чистую, святую, непорочную и такую, которая явилась недоступной никакому греху, и восстановил собственное создание. Они, и подобно им нечестиво поступающие маникеи, не заводя существо Божие до собак, обезьяны и различных зверей, так как они утверждают, что душа всех этих животных происходит из его существа, не содрогаются и не прячутся от стыда. А об нас говорят, что мы утверждаем недостойное Бога, тогда как не можем даже допустить в уме ничего подобного, но утверждаем то, что было прилично и подобало ему, то есть что он, пришедший, восстановил свое творение таким способом рождения. Что, скажи мне, говоришь ты, человек? Утверждаю, что душа человека-убийц и волшебников из существа Божия, ты осмеливаешься осуждать нас за то, что мы не только сами не допускаем и не можем слышать ничего подобного, но и утверждающих это считаем причастными нечестием. И говорим, что Бог, устроив в себе святый храм, через него ввел небесный распорядок в нашу жизнь. И не достойны ли вы бесчисленных в смерти из-за обвинения, которыми осуждаете нас, и за нечестивые дела, в которых не перестаете нечестить? Если непристойно Богу обитать в чистом и порочном теле, как говорите вы, то гораздо непристойнее не быть в теле волшебника, раскапывателя могилы, разбойника, обезьяны или собаки, а не в теле святом, непорочном и сидящем ныне одесную Отца? Да и какой вред или какое осквернение может быть для Бога от такого домостроительства нашего спасения? Не видите ли вы это солнце, у которого тело чувственное и разрушимое, и скоро приходящее? Хотя бы еленые манихеи, слыша это, тысячекратно задыхались от досады. Не только оно, но и земля и море, и все вообще видимое твари, подверглись суете. Послушай, как Павел объясняет это, когда говорит, ибо тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего есть ее. Потом объясняет, что значит повиноваться суете, он продолжает, говоря так, ибо и сама тварь будет освобождена от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Следовательно, теперь она скоро приходящая и тленно, потому что подвержена тлению, значит не что иное, как быть тленною. Итак, если солнце тленное тело испускает повсюду лучи, касаясь грязи, нечистоты и многих других подобных вещей, от прикосновения к этим телам нисколько не повреждается в чистоте своей, но опять собирает чистыми свои лучи, сообщая свои совершенства многим из воспринимающих его тел. Само же не получая ни малейшего зловония сквернения, то гораздо более солнца правды. Владыка бестелесных сил, войдя в чистую плоть, не только не сквернился, но и ее сделал еще более чистую и святую. Помышляя о всем этом и припоминая голос говорящий, селюсь в них и буду жить. Еще в их храм Божий Дух Божий живет в вас. Будем и мы говорить против тех и заградим постыдные уста нечестивых, а нашим благим благом будем радоваться и прославим воплотившегося Бога за такое снисхождение, и по силам нашим окажем Ему достойную честь и воздаяние. А для Бога от нас никакого иного воздаяния быть не может, как только спасение нас и душ наших и попечение о добродетели. 397. Не будем же неблагодарными к благодетелю, но станем все по силам нашим приносить. Все. Веру, надежду, любовь, целомудрие, милосердие, страннолюбие. И к чему я прежде убеждал вас, к тому же и теперь, и всегда не перестану убеждать, к чему же именно, намереваясь приступить к страшной и божественной этой трапезе и священному тайнодействию, делайте это со страхом и трепетом, с чистой совестью, с постом и молитвой, без шума, не беспокоя и не толкая ближних, потому что это служит знаком крайнего безумия и необыкновенного презрения и навлекает на поступающих такс великое наказание и отмщение. Представь, человек, какой намереваешься ты касаться жертвы, какой приступить к трапезе. Обрати внимание, что ты, земля и пепел, причащаешься к крови и тела Христовых. Когда царь приглашает вас на пиршество, то вы возлежитесь со страхом и принимаете предлагаемое яство с почтением и спокойствием. А когда Бог приглашает к своей трапезе и предлагает собственного Сына, когда ангельские силы предстоят со страхом и трепетом, Херувимы закрывают лица свои и Серафимы с трепетом взывают «Свят, свят, свят Господь!» Как ты, скажи мне, осмеливаешься кричать, шумом приступать к этому духовному пиршеству? Разве ты не знаешь, что в это время душа должна быть полна глубокой тишины? Нужны великий мир и спокойствие, а не шум, гнев и смятение, так как это делает приступающей душу нечистою. Какое может быть прощение, если мы после столь многих грехов, даже и тогда, когда приступим к таинству, не очищаем себя от тех безумных страстей? Что вообще необходимо и предлагаемого здесь? Или что нас так смущает, чтобы мы, оставив духовное, устремились к плодскому? Нет, прошу и умоляю, не будем навлекать на себя гнев Божий. Предлагаемое здесь есть спасительное врачество для наших ран, богатство неоскудивающее и доставляющее нам Царство Небесное. Будем же приступать с трепетом, благодарить, преподать, исповедая прегрешения свои, проливать слезы, оплакивая свои бедствия, воссылать к Богу усердные молитвы. И таким образом, очищая себя тихо и с надлежащим благочинием, будем подходить, как приближающиеся к Царю Небесному. Приняв же непорочную святую жертву, будем лобызать ее, обнимать ее глазами, согревать свой дух, чтобы наше собрание не послужило к суду или к осуждению нашему, но к целомудрию души, к любви, к добродетели, к примирению с Богом, к прочному миру и залогу бесчисленных благ, дабы нам и себя осветить и ближним доставить назидание. Об этом я часто говорю и не перестану говорить. И что польза стекается сюда напрасно и тщетно, не научаясь ничему полезному? И какое приобретение всегда говорить вам в угоду? В настоящее время кратко возлюбленные будем же трезвиться, бодрствовать, воздерживаться, искренне оказывать всякое попечение от всех и Бога боязливость во всем. Нужно ли слушать божественные изречения, или молиться, или приступать к таинству, или делать что-нибудь другое? Пусть сделает это со страхом и трепетом, чтобы ни родением не навлечь на себя проклятие, ибо проклят, говорит пророк, что дело Господне делает небрежно. Иеремия 48.10. Шум и гнев служат оскорблением предложенной жертвы. Крайнее небрежение представлять себя Богу оскверненным. Послушай, что говорит об этом апостол. Если кто разрушит храм Божий, того покарает Господь. Итак, не будем возбуждать гнева Божия вместо примирения с Ним, но оказывая все усердие и всю красоту и безмятежность души. Будем приступать с молитвой, с сокрушенным сердцем, дабы этим самым умилостию владыку нашего Иисуса Христа мы могли получить обетованные нам благо, благодатью и человеколюбием самого Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Продолжение следует.